всем большой привет с вами я полина и я приветствую вас в марафоне забытых книг это такой знаете мини марафон где я буду каждую неделю выставлять видео на ту или иную книгу я специально до этого снимаю сейчас все эти ролики чтобы вы смогли спокойно всю неделю наслаждаться прекрасными видео прекрасными книгами которые буду читать вот каждый отдельный день это каждая отдельная книга поэтому вот да я вот таким образом решила схитрить то есть это не совсем неделя чтения но скажем так немножко такой тематический вариант чтение забытых моим ною книг вот есть очень много разных книг которые я буду уже из года в год откладываю из года в год я прям стопорюсь перед ними и каждый раз психой от того что я их не читаю они у меня откладываются я не могу там еще что-то короче различные причины так чтобы в таком лайфстайл формате наконец-то я могу себя заставить прочитать книги которые у меня уже очень давно лежат то вот надеюсь у вас тоже возможно эти видео спад сподвигнут на прочтение тех самых забытых кирпичиков или же не кирпичиков которым очень долго шли погнали чтобы вы понимали по моему я снимала целое видео где мне пришла эта книга и это было двадцать первом году три года мне эта книжка лежит я все никак не подберусь она просто мне лежит и все почему это если что издание от инспири сам автор она по моему из швеции если я не ошибаюсь и вдвойне напрашивается вопрос полина а почему ты не читаешь эту книгу шарлотта риттберг переезжает из швеции в лондон родственница которая она никогда не видела оставила ей в наследство целый дом с книжным магазином на первом этаже шарлотта не слишком интересуется книгами но решает удержать дело на плаву ей нравится издание и сотрудники магазина и новый сосед уильям а еще для шарлотты это шанс больше узнать об отце кажется он как-то связан с прежней хозяйкой домом и беспорядками что прокатились по стране десятки лет назад и воспоминания о которых хранятся в магазинах в магазине я поэтому как бы и все дело в очках потому что я мне очень сильно болят глаза боже мой надо бы их протереть о ужас ужас да я предлагаю исправлять ситуацию у нас сейчас знаете как бы чуть-чуть пасмур на ветрище но в то же время иногда светит солнце и что-то прям мне хочется снимать это видео поэтому давайте не буду тянуть давайте наконец-то начнем читать эту книгу я тут так милый устроилась на как-то между балконом и комнатой ну короче просто открыла ставни и здесь постелено чуть-чуть кот лежит у меня и я вот почитала до 51 страницы вот получается аля до 2 главы вообще-то это вообще я сейчас так я расскажу про книгу у нас короче вот тут как оказалось на балконе живут птиц прям в потолке короче вот в этом пространстве и понятное дело как бы никто никуда гнать не забирается но мой кот просто сходит сама это вообще это надо просто видеть каждый раз здесь эти шторки их каждый раз на эти шторки короче пытается их достать ой вообще просто оборжаться можно я не могу мы короче шторы все убрали ну отставили просто я вообще я такая ру всегда это очень смешно возвращаясь книги 51 страница пока что очень много всего пока что нифига не понятно у нас есть главная героиня шарлотта собственно что нам и сказано в аннотации но книга начинается с воспоминаний сестры матери шарлотты нифига не понятно тоже ничего не понимаю и там получается вот ее получается тетя умерла и ей получается она завещала магазин книжный и завещала ей дом квартирку по моему не судья уже забыла и но при этом она с ней ну ни разу не виделась шарлотта знать не знала о том что там живет ее там тетя и почему ей завещала вот она все это вот и сейчас она немножко в шоке потому что ее встретили собственно жильцы работники магазина соседи и такие очень близкие знакомые как раз такие сары и тетя и вот они там ее посвящают там какие-то подробности и вот мы пока что вот пока что ничего продолжаю читать в целом читается интересно легко ну вот здесь например вот есть героиня по имя имя у нее вообще такое странное ее зовут мартиник женщина по имени в мартиник я сначала в ступоре было потому что читается максимально странно но это видимо шведы и у них это просто это ок ну чтож время уже вечера я на самом деле хорошо иду 133 странице у меня это уже 11 глава пока странное ощущение чувствуется что я ее прям купил из-за аннотации за вот это вот какого-то порыва взять книгу про книжный магазин это прям чувствуется то есть это прям ощущается про спина даже с какими эмоциями покупала эту книгу любопытно есть тут такая вот знаете атмосфера классная те кто давно на моем канале знают что я очень люблю книги про швецию но когда я покупала я не знала что эта книга про швецию ну и что в принципе автор шведка как бы вроде размеренная жизнь и вот это вот запах выпечки какой-то доброжелательных людей вот это вот второе дыхание какой-то такой тоже атмосферы книг здесь очень много упоминаний различных произведений господи здесь есть джон ирвинг великий гэтсби я сейчас только что отмечала господи здесь она каренина упоминается это уже знаете какой-то плюс прибавляет это все потому что я люблю книги это все потому что я люблю книги я себе всю книгу это говорю и это ну прям да это вот такой достаточно большой наверное минус у меня потому что если в книге упоминаются какие-то такие произведения и их очень много то это сразу же влюбляет меня в книгу но есть что-то в ней что меня отталкивает главная героиня шарлотта она очень странно себя позиционирует то есть она сейчас объяснить она живет вот она пытается справиться со своим каким-то проблемами с тем что на нее накопилось и в то же время она погружается иногда себя вспоминает маму и в то же время она как будто бы оболочка будто бы ничего из себя не представляет будут на просто идет просто ходит просто что-то делает вот мы там 50 страниц пытаемся до адвоката дойти потом после адвоката мы идем домой потом мы знакомимся точнее не знакомимся сидим и общаемся как раз таки с теми людьми которые нас окружают и потом мы просыпаемся в очередной раз похмельем на следующий день эти люди тоже странные вот это вот я только что блин говорила ее имя и забыла мариник мартиник мартиник вот это вот женщина мартиник она тоже очень странная все здесь ведут себя очень странно кто-то пытается скажем так главную героиню заставить думать что это место прекрасное что здесь нужно остаться кормит ее с всякими вкусняшками дают ей алкоголь выпить это очень странно это я как бы спасибо как вы кормите на здоровье но человек вообще в трауре и когда вот это вот все как бы накрывается еще и какой-то что-то кто-то какая-то тетя оставила завещание магазин который вот-вот может там обанкротиться еще и какой-то дом который нужно продать или не продать или там еще что-то какие-то люди и конечно она все в этом шоке а люди другие просто этим пользуются это так отвратительно это так неприятно кстати говоря то чего я не ожидала здесь есть вторая линия от лица матери главной героини то есть вот как раз таки мы возвращаемся в прошлое и вот мы каждую главу прыгаем с прошлого в настоящее а в принципе рассчиталась меня это радует потому что я все вот эти дни была в ком-то не то чтобы не читу но у меня какой-то ступор был тяжело просто было тяжело что-то взять как-то начать снова себя чувствовать вот ну в целом примерно похожая тема в книге вот ну это как только сейчас поняла что это в целом тот же самый код который главные у главной героини тоже ну это да это конечно нормально книга вообще нифига не веселая если честно как то вот хочется и говорить что все хорошо здесь так все приятненько вообще даже вот тут где-то уютная история самых о самом прекрасном книгам книгах и секретах любви знаете мне это больше напоминает нотрогенское аббатство джейн осен когда вот эти вот все интриги начали с общества происходить нежели чем какая-то уютная история уютного здесь ну вот прям и вот когда упоминается книжный магазин не в плане финансовых вот этих вот всех дыр которые главной героини пытается решить с таким вот шоком но когда идет описание города вот это вот когда она и шарлота идет по туде булочкам смотрит вспоминает у нее что же сейчас у меня что же еще тяжело у нее же еще и муж умер короче это все дико тяжело и в то же время от нас вспоминает что-то себя и все равно она в эти моменты какие-то вспоминает что-то хорошее она идет смотрит и короче вот это да это приятно но то что вся книга уютная вот на 133 странице этого уюта было настолько мало что ну очень странно что подразумевается под словом уют ну пока что я даже не знаю как вам это показать во первых покажу сначала вот так после двухсотой страницы все стало вот максимально интересным я не знаю то ли я рассчиталась то ли меня эмоции взяли вверх и я прям погрузилась то ли еще что-то я пока не понимаю но но что-то странное есть вот в этой истории мне и мне категорически не нравится линия ее матери категорически не нравится она мне бесит вот прям вводит из себя я просто не понимаю зачем она нужна нет я понимаю зачем она нужна но я это так иногда странно вот периодами когда ты читаешь думаешь господи что происходит зачем чего и как только перемещаемся снова вот в наши дни к шарлотте мне сразу так хорошо становится такое облегчение сразу и это класс знаете я прям пронялась с этой историей и несмотря на те предыдущие минусы о которых я говорила я вот выделяю стикерами очень много всего я даже книжку заказала потому что я что-то увидела упоминание вспомнила о том что эта книга постоянно мелькает в интернете решила заказать знаете что это ешь молись люби или есть молиться любить ешь молись люби это по моему фильм а ту книгу короче я заказала себе эту книгу здесь столько различных упоминаний вообще различных историй о которых вы не слышали или слышали но мельком и это так знаете подбивает клиник покупки других книг это вообще вот я себе тоже добавила некоторые из них те же дневники бридж джонс это тоже я себе добавила и я на 395 странице на 30 главе на 30 главе дочитываю потихонечку дочитываю вот уже реально ночь в общем я такими темпами сейчас ближайшие пару часов дочитаю и я в шоке книга в 500 страниц от ненависти до любви моей еще конечно хочется упомянуть о том что здесь есть вот эти вот как это любовь любовные линии я думаю вы сами для себя поймете там что там да как но она так вот скользь и в то же время вот как такое как раз возникло и ты такой продолжаем и дальше мы идем и смотрим за этим все вот такие так я чтобы вы понимали я прям целые страницы выделяю даже покажу я очень редко это делаю я в основном но может например вот такой момент проникать не знаю видно вам или нет как какая черточка и сердеечка типа это я целый кусочек так выделяю чтобы всю страницу вот так не чёркать я аккуратненько на полях это делаю а ну вот задней есть такая штучка сейчас покажу у меня нос уложила прекрасно да и вот такая вот штука выделяю тоже у меня очень часто в самом начале проскальзывала мысль о том что блин надо было читать ее тогда когда я ее купила вот только купила когда горела этим всем но все равно даже сейчас в более таком сознательном состоянии я как бы перевариваю эту книгу и понимаю что нет если бы тогда я бы ее прочитала я бы ее скорее всего бы отбросила причем на странице 200 наверное а тут я дождалась там условно 150 и меня просто поперло как не в себя я этому рада я просто перестала брюзжать смирилась опять же с тем что как для чего и зачем пишет автор и совершенно на другое просто свой взгляд направила и книга начала нравиться совершенно по-другому раскрываться я безумно себя обожаю за вот это мое свойство которое вот ты вот сначала вроде с одной с одной точки зрения идешь с этой книгой а потом когда ты пытаешься поднять ее думаешь что же тебе не нравится начинаешь анализировать и немножечко с другой стороны смотреть на эту историю она совершенно по-другому раскрывается и это прям круто 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 еще раз круто короче я дочитываю и подключусь к вам вот когда уже дочитаю так как вы уже поняли в конце видео я вообще не пытаюсь что-либо делать вообще с головой время почти утро я не знаю как я уверена что я буду эту книгу переваривать еще не один раз но я ее дочитала очень много каких-то мыслей эмоции но они конкретно вот по ощущениям потому что я не могу вот четко сказать нравится ли мне прям очень сильно или же что-то есть не то мне просто было хорошо с этой книгой она какую-то тоже бурю эмоций подарила мне но мне кажется есть такой момент что она немножко затянута вот моменты с прошлым они реально затянуты причем они вдавались вот и повторялись и здесь тоже повторений много и каких-то таких мыслей главной героини тоже как-то иногда все-таки голова конечно пухнет от этого всего но это было классно книга какая бы она там громоздкой не была она все равно очень классная знаете вот как будто бы аналогов этой книги нету вот она какая-то своя вот что-то в ней есть такое я даже не знаю как сказать я буду ее пересчитывать сто процентов прям такая знаете книга для души здесь много таких и смешных моментов это вообще потрясающе когда в книге есть какой-то юмор которая заставляет тебя улыбаться это ну прям сто очков гриффиндора это вот книги какой-то вот огромнейший плюс дает я очень рада что прочитала эту книгу сказали о том что блин почему я не читала ее раньше нет не скажу как будто бы она ждала меня когда я вот буду в каком-то отворотительном состоянии чтобы вот я смогла с ней познакомиться множество различных цитат много мыслей также различных смешных моментов от которых просто я как-то смеялась я пойду спать переваривать в голове эту книгу прикручивать сюжеты и просто наслаждаться своим вот этим пост прочтением вот этим вот господи время господи ночь я вообще ноль не соображаю абсолютно никак просто ха-ха у моего телефона закончилась память класс просто в целом мне понравилось больше что я хочу сказать мне понравилось и я да не без каких-то минусов но очень хорошо провела свое время и ничуть не пожалела что начала этот марафон причем с такой вот особенно популярной книги столько стикеров прямо и все они причем такие знаете пастельные их особо не видно но как-то там под определенным углом их видно типа вау в общем вот так увидимся с вами в следующих видео в следующем дне моего марафона забытых книг я уже заговариваюсь уже сплю желаю вам всего самого наилучшего всех вас безумно люблю и всем пока-пока пока-пока и пока-пока я уже не могу